Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Мы будем проводить сейчас дегерметизацию поросят. Ну, грубо говоря, проще говоря, проглистовку. Проглистовку проводить будем порошком альбиндазола. Метод, ну, как скажем, достаточно безопасный, простой. Сложнее, допустим, будет, если это надо будет вакцинировать, ну, колотик. Мы проведем обычным порошком. Значит, суть в чем, дегерметизация альбиндазола проводится утром. С вечера мы дали им пол нормы ихнего, ну, стандартного, полустандартной нормы еды. Соответственно, они у нас сейчас достаточно голодные и съедят все очень хорошо. Какие моменты надо учесть? После того, как мы им дадим сейчас корм с порошком, ну, с альбиндазолом, мы им не будем давать плоду. В течение 6-8 часов не будем кормить. За это время наш порошочек начнет действовать и листам будет очень тяжело выжить. У них прекратится обмен веществ, способность устраивать глюкозу, и они передохнут. Спектр листов, которые, ну, будут уничтожены, очень широкий, поэтому он так и называется широкого спектра действий. Дозировка. Самое главное, что меня всегда интересовало в этом всем. Дозировка грамм на 1 грамм на 10 килограмм веса. Грубо говоря, 1 чайная ложка будет у нас получаться на 50 килограмм веса. Поросята у меня где-то в районе 25-24, в районе 25 килограмм вес у них. Соответственно, в этом, сейчас давайте посмотрим, здесь у нас сидит 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 поросят, и мы будем давать им, значит, на 2 поросенка, грубо говоря, будет получаться ложка, 3,5 чайной ложки препарата дадим на эту толпу. Альбиндазол, он не является особо, как это, как сказать? Токсичный. Ага, он мало токсичен для животных, ну, конкретно для млекопитающих, для наших свинок, но тоже, возможно, передозировка, потому как препарат будет носиться в еду, а в клетке сидит много поросят. Один может больше сидеть, другой меньше, но, как скажем, переносится передозировка достаточно хорошо. Поросята, в принципе, давай, Илюха, засыпай пока. 3,5 ложки, раскрывай и сюда. Тщательно перемешать, очень важно, это первое. Второе, вносить просто в горлянку засыпать нельзя, иначе, возможно, попадание в легкие порошка, и что приведет к смерти. Поэтому мы не будем выделываться, будем использовать, пользоваться инструкцией, все сделаем по инструкции. Тут даже большая, давай, сыпь, можешь без ворки. Ну, он такой, да, давай, нормально. Значит, еще один момент. После использования, ну, контакта с препаратом, обязательно еще пол ложки. Обязательно помыть руки. Давай, вымешивай, тщательно вымеси сейчас все, это главное. Ручки моем, не курим, не облизываем пальцы. Короче, относимся к нему очень серьезно. Препарат хоть и малотоксичный, но отравление можно получить легко, Илюха, хорошо перемешивая. И добавку давал. БМВД все вносится без проблем, все это должно, ну, оно все будет нормально все работать. Сейчас единственный момент, мы сейчас отключим воду, отключили уже воду. У них в системе теперь воды нет. Ну, если у вас просто в этот самый, в поилке, не даем просто воду. И, соответственно, мы его сейчас смочим водой, чтобы у нас, обычно мы даем сухой форм, сухим формам. Но сейчас мы смочим, чтобы он лучше им, ну, за лесами. Потому как сухой форм они постоянно запивают его, и он будет проблематично его проглотить. Давай эту самую водичку перемачиваем и смешиваем. Погнали. Давай. Да, ну, сверху ли перемешай. Сделай, ну, кажется, больше ли не бойся, Илюха, ну, ты же, блин, что ты как маленький. Давай. Давай, перемешивай. Можно обрабатывать одновременно до 30, по-моему, особей, сидящей в одном месте. Поэтому, ну, тут бы достаточно удобно. Мне сейчас гоняться за ними колоть и взвешивать, это будет проблематично. При этом, смотрите, если даже там какая-то хапанюка, свинья больше, это не смертельно. Крупные свиньи вообще без проблем переносят. Мелкие посложнее в случае отравления можно использовать, ну, есть там препараты, сейчас не помню, честно говорю. Лучше в любом случае отравления свиней обратиться к ветеринару, но если... Да, нормально, сейчас, секунду, но если нет поблизости, мы просто активированным углем накормить свинью, и, по идее, должны ей помочь. Сейчас мы в клеточку зайдем и разложим по этому салу. Ну, видите, мы сейчас разложим в кормушку, ну, равномерным слоем. Ну, все, давай. Давайте, ребятки. До курыта. Отходи, Илюха, что ты там стоишь? Хочешь ложку взять и помочим? Все, ребята сейчас съедят это все. А, еще один момент. Все, выходи. После... Ну, кто бы хоть высыпал в сло. После использования препарата 6-8 часов нельзя кормить свиней и давать им воду. Препарат должен нормально в полном объеме впитаться в желудке, там впитаться в кишечник. И наши глисты, если они там есть, должны получить его дозировку нормально, чтобы сдохнуть. Ну, видите, сложности никакой нет. Что еще? Ага, по срокам. Ну, рекомендуют проводить, начинать с 40 дней проглистовывания. Тут такой момент. У меня содержание, как вы знаете, я содержу поросят на подстилке. Глубокий пол. Я, что заметил? Если честно, я глистов не видел. Вот, когда режу поросят, там, ну, свиней резал, я не видел глистов. Я кишечник специально, там тонкая кишка идет, мне там специально обученные человеки показывали, куда надо смотреть, если есть глисты. Я не видел глистов у своих свиней. Я это, ну, скажем так, я подозреваю, что это происходит из-за того, что... Эти самые... На полу. Да, пол, подстилка прогревается, и никто там не выживает. Подстилка прогревается на глубине. Плюс у меня не лазит. Нет у меня ни котов, ни собак, никакой вот этой дряни. Куры отдельно, все отдельно. Я не держу крупнорогатый, скур, тоже немаловажно. Потому что обычно, ну, зачастую с коровы, быки являются классным переносчиком. Ну, немало у меня, заражения такого нету, но профилактически проводить я провожу. Это недорого, и есть смысл это сделать. Этим не пренебрегайте, даже если визуально все нормально, лишним не будет. Тем более, это несложно. Кинули, размешали, ребята поели, и ребята получили нужную дозу. Ну, что еще сроки? Ну, рекомендуют маленьких поросят 40 дней в одних книгах, в одних инструкциях, в других с 3-4 месяцев. Ну, моим там 3 месяца, около 3 месяца я решил провести сейчас, ну, в 3 месяца. Ну, честно говоря, времени не было, и в месячном возрасте мне стремновато было, чтобы они не передохли. Значит, 3-4 месяца это будет, мне кажется, они уже достаточно крепкие, их ничего уже не возьмет. Второй момент. Для больших свиноматок, это перед случкой проводится, рекомендуют проводить за неделю до опороса. Я честно, вот честно говорю, я не великий специалист, не великий там, этот самый, своего опыта скажу. Не надо ничего делать свиноматке, пока она не поросится. Не трогайте ее вообще, потому что это все чревато. Чревато тем, что она просто-напросто может сбросить поросяка, они могут родиться мертвым, поэтому лучше не лезть. Соответственно, не хочу никого обидеть, сразу предупреждаю. Не надо мне писать гневных отзывов, что мы вот так делаем и все нормально. Слава богу, что все нормально. Но я не стал бы рисковать, поэтому сразу говорю, свиноматок не трогаем, пусть они живут. А глисты, ничего страшного, мы их потом выведем, когда они опоросятся. Опять же, когда они опоросятся, стремно будет отравить поросят. Короче, такой замкнутый круг, хотя альбиндазол по всем показателям не этот самый, не токсичный. Кстати, вот смотрите, те, что покрупнее, больше съедят, те, что помельче, меньше съедят. Тоже будет такая у нас более равномерная дозировка. Обязательно не дать им жрать с вечера неполную дозу. А, и после проглистовки, сколько там, на 20% уменьшить количество корма. 20-30% меньше корма дать от их стандартного количества корма. Но это тоже несложно, для того, чтобы препарат хорошо подействовал. В принципе, все, что я хотел сказать про дегемитизацию альбиндазолом. Альбиндазол недорогой препарат, легкодоступный, легкоприменимый и достаточно эффективный. Если, допустим, обратить внимание на уколы, есть там разные, это самое. Вот у меня знакомый однажды проколол 70-килограммовых поросят, и у него штуки 4 просто сдохло. Видно, дозу не рассчитал. Там надо точно рассчитать дозу, потому что все, что вы вколите, оно попадет в кровь. И, соответственно, посчитать правильно вес 60-70 кг поросенка сложно. Если такого взял за ногу, бросил в мешок, да, Илья? И ты видишь, а с этим уже так не получится. Соответственно, будьте осторожны. Это все серьезные вещи поросятам, чтобы не навредить. Не то, что не повредить, а не навредить. Ну, видите, да? Они у нас сейчас похалывают, и до вечера не получат больше еды ни в каком виде. Сейчас я дал процентов 40, наверное, да, Илюха? Нет, 50% где-то дал от обычной дозы. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, проводите дегельметизацию вовремя. А, значит, хряки, ну, те, кто живет у нас долго, проводятся раз в квартал, раз в 4 месяца. Поросята можно в месячном вовсе первый раз, и потом опять же раз в 4 месяца. А, еще один момент. Мясо после проведения гельметизации, дегельметизации, мясо нельзя употреблять в пище в течение 20 дней. Ну, там есть разные эти самые, но лучше в течение 20 дней не употреблять. Его можно скаргивать платоядным животным, если вдруг падеж произошел, но ни в коем случае не в пищу у человека. То же самое относится к яйцам, молоку, ну, так как альбиндазол используется и для дегельметизации курей, коров, ну, крупнорогатого скота, овец, все вот это вот дряни. И, соответственно, использование продуктов из всего этого живого не рекомендовано в пищу человеку. Все, в принципе, что я хотел сказать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.